Приветствую вас и отвечаю на первый вопрос, который вы задаете, это то, почему молодой человек отдалился от вас, когда вы начали отвечать ему взаимностью и когда начали говорить ему всякие приятные вещи. Мне бы хотелось вам сказать, что вы почти не даете никакой информации о нем, то есть для анализов, для работы информации практически никакой у вас я не увидел. Это значит, что мы будем говорить только о самых общих возможных причинах и также о самых общих возможных вариантах возвращения его интереса. Значит, смотрите, ну, как получается. Мужчина хотел вас воевать. Мужчине было важно, чтобы вы сменили свою неприступность на, значит, обратное поведение, да, то есть на позитив, на симпатию. Это было основной и, наверное, главной целью мужчины, чтобы вы испытывали к нему симпатию, чтобы вы проявляли эту симпатию, ну, мужчины. Теперь, когда это произошло, вы оказались в мужчине, по сути дела, просто не нужны. Потому что он своей цели добился, он, значит, вас себе расположил, а что дальше его уже не интересует. И здесь дело не в том, что вы ничего не понимаете в отношениях. Здесь дело в том, что вы, вы на самом деле изначально нужны были своему мужчину, молодому человеку только, только для того же, чтобы вас к себе расположить. Все. А больше, больше вы мужчине не интересны. И уже можно говорить о том, что, вероятно, мужчина совершенно не был настроен изначально строить с вами серьезные отношения. Возможно, мужчина не интересовался с вами, насколько серьезным. Некоторым мужчинам для самоутверждения, для повышения своего самомнения и так далее, нужно просто завоевывать. И в таком случае, в таком случае, интерес, интерес изначально отсутствовал. Интереса не было изначально для, ну, не было интереса выбранной мужчине по отношению к вам. И вот в этом контексте у вас интерес вернуть никак не получится. Потому что его попросту нет. Может быть, и другие причины. Может быть, мужчине не понравилось, что вы слишком много стали выражать симпатию ему, и он опасается, что вы будете требовать от него слишком много. Но это уже едва ли не более конкретные какие-то моменты, и здесь нужно более тщательно анализировать ваши отношения. А точнее, характер мужчины. Потому что каждый человек, он по-своему воспринимает подобные вещи. Может быть, ему просто не нравится, что вы стали более нежные, более ласковые. Может быть, мужчина считает, что женщина не должна так себя вести. То есть, дальнейшие возможные причины, по которым мужчина так себя ведет, они более декориентированы. И наиболее вероятными будут те, которые, ну, скажем так, наиболее органично вписываются в характер мужчины, в характер вашего молодого человека. Это то, что важно сказать. Как вернуть интерес мужчины? Ну, соответственно, если рассматривать первый вариант, то я надеюсь, здесь все понятно. Никак, потому что иначе я наинтересно не было. У мужчины была цель, например, цель завоевать вас. Он вас завоевал, больше ему не интересно. А если же мужчине что-то не понравилось, действительно что-то не понравилось, то тогда вам нужно понять, что именно. Это устранить. И после мужчина, скорее всего, будет проявлять к вам эмпатию. То есть, ему что-то мешает воспринимать вас как раньше. Вот нужно подумать, что именно. И зависит ли это от вас. Если зависит, то вы можете это исправить и вновь вернете расположение своего молодого человека. Если нет, то значит, нет. И вам нужно просто извлечь из одного урока и, возможно, не тянуть так долго с проявлением эмоций своих, чтобы они не были лавинообразными, чтобы они выражались постепенно в процессе реального времени. Ничего не отплотного в том, если вы будете выражать свои эмоции постоянно, но в разной степени. И это будет более правдоподобно и более жизненно, чем, например, если бы, например, вы сперва неприступно-неприступно-неприступно, а потом вдруг вы олицетворение самой нервности, теплоты, ласки и заботы. Это может выглядеть немножко странно. На этом все. Надеюсь, что я вам помог. Дело в том, что если вы хотите поработать над этой проблемой глубже, если вы хотите поработать над этой проблемой более обробно, то нужно выбирать именно характер вашего молодого человека и характер ваших отношений тоже, чтобы иметь представление о том, какие же все-таки особенности есть у вашего мужчины. И, может быть, тогда получится выработать более конкретную стратегию по привлечению внимания молодого человека. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!